Добрый вечер, я Максим Путинцев, в акценте сегодня Александр Стариков, народный архитектор России, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о конференции, которая называется «Экологическая безопасность промышленных городов. Повышение качества жизни граждан». Вы в этой конференции принимаете активное участие. Давайте разберемся, что общего между архитектурой и экологией. Кажется, это две абсолютно разные сферы нашей жизни. Дело в том, что вот эти проблемы создания полноценной окружающей среды, в которой мы все живем, ну в основном, конечно, жители городов, их не решить без участия градостроителей, архитекторов. Поэтому экологи нас приглашают. У них есть проблемы, мы говорим, как можно решить это. И это достаточно реально. А примеры можете привести? Когда архитекторы в чем-то помогали экологам? Даже особенно приводить не надо. Вот, скажем, правильная система городского транспорта. У нас Екатеринбург, как известно, один из самых грязных городов. У нас нет металлургии, как в Челябинске, нефтепереработки, как в Перми, а город грязный. Почему? Автомобиль. Главный экологический враг. Когда не выстроена правильно транспортная система, естественно, пробки, загазованность, отравление воды почвой. Где это сделано? Посмотрите в Западной Европе, посмотрите в Сингапуре, посмотрите, что делает Китай, перенаселенная в этой части. Правильно выстроена транспортная, градостроительная стратегия решает массу проблем. Так нам не нужно развязки строить в городе? Нет. Нам нужно вот то, о чем говорит замглава администрации Липович. Он говорит о том, что нужно ущемлять владельцев личного транспорта в пользу, получается, того, чтобы люди пользовались транспортом общественным. Я не сторонник ущемления водителей личного транспорта. Я не сам водитель. Так и я тоже. Страшно говорить просто эти слова. Их надо не ущемлять, а создавать новые возможности, как сказал Высокинский. Если есть хорошая транспортная сеть общественного, экологически безопасного, скоростного транспорта, когда я могу из академического до центра доехать за 10 минут, мне автомобиль не нужен, только обуза для меня. Но когда этого нет, то делать приходится часами добираться утром на работу, а вечером с работы домой. Опять же, сидя в пробках. Сидя в пробках, да. На загазованных улицах со всеми вот этими удовольствиями. Выделяется его свинец и прочее, прочее в нашу окружающую среду. Вот конкретный пример решения экологических проблем. Ну, понятно, тут без архитекторов не справиться. Это я согласен. Сан Саныч, а вот у вас есть ощущение, что у людей, у граждан крупных городов, ну, в том числе, например, Екатеринбурга или Нижнего Тагила, есть запрос на проживание действительно в достойном с экологической точки зрения месте. Иногда кажется, что экологические проблемы, они где-то вот на периферии абсолютной. У людей гораздо больше проблем насущных, текущих. Да, что там с ценами, а что купить сегодня на завтрак, на ужин и так далее. Ну, купить себе какие-то товары потребительского спроса, чтобы там на работе все нормально было в семье. Экология это дело все 25-е. Вот архитектор – это представитель граждан по определениям. И нас учили, и мы учим проектировать так, чтобы было удобно гражданам. Не отдельному там человеку или группе социальной, а гражданам города. Но нам, к сожалению, не удалось в последние два десятилетия достучаться до федеральной власти и обратить внимание на проблемы именно среды обитания, окружающей городской среды, в которой человек постоянно живет. А вот защитники прав человека достучались на Совете по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. Они в марте этого года поставили эти вопросы об обеспечении прав граждан на полноценную, экологически безопасную окружающую среду. И какие их требования? Экологическая безопасность – раз. Транспортная доступность – два. Комфорт окружающей среды – три. И эстетическое качество. То есть стройки, где они живут каждый день или работают. Я все понимаю, но, тем не менее... Совет принял решение, президент подписал и обязал субъекты федерации, муниципалитеты, особенно крупных, крупнейших городов, своей стратегии учесть вот эти вопросы и требования граждан при разработке программы стратегического развития. Сосан Иванович, подписание и одобрение до реализации может быть очень длинная дорога. Но когда это не было элементом государственной политики, это было еще дальше. То есть сейчас, по крайней мере, некое магистральное направление на указание? Некое магистральное направление и муниципалитеты, правительства, субъекты федерации вынуждены исполнять решения президента. А что делать? Кроме того, вышел закон о стратегическом развитии Российской Федерации в 2014 году, где определены конкретные сроки решения этих задач. Ну, в общем, хочешь не хочешь, выполнять надо. Во всяком случае, пытаться и стремиться. Пытаться и стремиться. Да еще с учетом мнения граждан. Сосан Иванович, что такое зеленая архитектура? Я знаю, что такой термин существует. И выпускает ли наш архитектурный университет специалистов подобного профиля? Ну, зеленая архитектура – это как бы некая часть зеленого строительства. Ну, экологичного, в смысле, да? Экологичного строительства. Вот зеленое строительство направлено на то, чтобы снизить потребление ресурсов при эксплуатации, при строительстве использовать экологичные материалы и так далее. И существуют международные стандарты зеленой архитектуры. И те предприятия, которые их соблюдают, им выдают сертификаты. Зеленая архитектура – нечто другое. Это, ну, как бы зримое выражение зеленого строительства. Когда элементы ландшафта, цветов, травы, естественной природы включаются в экстерьер и интерьер здания, сближая, как бы, человека, живущего на природе, с человеком, находящимся в искусственной среде. Это некий художественный прием, который очень сейчас является модным за рубежом. Ну, прекрасно же, когда в квартире вдоль стены льется поток воды, а там кувшинки внизу, вести пыль, рыбки плавают. А на фасаде, например, весь фасад закрыт зеленой стенкой цветущей. Приемов очень много. И если зайти в интернет и посмотреть, что это такое зеленая архитектура, зеленое строительство, вам выпадут сотни проектов. Так это все там у них, все там на загнивающем западе. А у нас? Вот граждане. У нас еще первичное насыщение. Вот граждане и требуют, и правозащитники просят президента обеспечить эти права гражданам. И правильно требуют? И правильно требуют. Иначе у нас это никогда не будет. А архитекторы-то готовы помочь умениями, знаниями, компетенциями своими? Мы готовы помочь. Мало того, мы учим студентов, как это делать. И как это делать в строительстве, и как это сделать в эстетике. Другое дело, девелоперы, если почитать деловой журнал, они не хотят тратиться на эстетику, на красоту. Ну конечно. Зачем? Излишние затраты. Денег всегда не хватает. Это неэффективные затраты. Хотя они не правы. Вот на форуме 100+, мы же общаемся с коллегами из других стран. Я задавал вопрос. Володя Пистриев, кстати. Угу. Из Франции. Говорит, сколько вот, на ваш взгляд, как эксперта, может дать в добавленной стоимости продаж, вот эстетика этого здания. Он говорит, до 100%. Ну это хорошо, если это так. Помните, недавно был форум «Города России и территория жизни» в 2030. На прошлой неделе. На прошлой неделе это было. И там представитель Тюмени говорил, что а у нас, например, застраивается город новостройками, где квартиры по 12-13 квадратных метров. И что? И колоссальный спрос и на это тоже, да? А это абсолютно другая история. О какой тут экологии можно говорить? Тут скорее антиэкологии всего этого. Наверное, последний вопрос. Екатеринбург среди других российских городов. Вот в контексте нашей сегодняшней темы, он как выглядит? Насколько наш город соразмерен, удобен, экологичен? Или, к сожалению, тут пока проблем больше, чем путей их решения? Ну, наши граждане, я думаю, Екатеринбурга, присоединились бы к требованиям вот тех правозащитников. В части плохой экологии. Город у нас один из самых грязных в мире. Из-за плохой системы транспорта. Они бы присоединились, что город у нас, ну, с доступностью транспортной тяжело. У нас не отработан общественный транспорт. Система скоростного общественного транспорта. Метро остановилось. Скоростной трамвай, который хотели построить, из огромного академического района в центре, не строится. Это все проекты, да. Все проекты, огни монорельсы. Ведь нужен 3D-транспорт, чтобы он не мешал тому транспорту, который... В разных плоскостях, да? В разных плоскостях. Или под землю, или вверх. Так, как делается во всем мире. Поэтому они присоединились бы к требованию, ну, малокомфортной среды. То есть, получается, решение транспортного вопроса решает и экологические, и эстетические, и многие другие запросы граждане? Водоемы у нас запущены. Не очищены. 10 метров техногенный слой висеть накопился. Водоемы надо чистить, берега благоустраивать, парки тоже, газоны стричь, садить цветы. В общем, работы... Работы хватает. Непочатый крыль. Но в эстетическом плане, я скажу, несмотря на большой объем массовой застройки, Екатеринбург новый и красивый. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас был Александр Стариков, народный архитектор России и профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета. До свидания. Удачи. Удачи.